Приветствую вас. Я думаю, что по поводу противозачаточных вам лучше обратиться к врачам, чтобы они вас порекомендовали. Вот, насколько я знаю, противозачаточные могут влиять на гормональный фон, вот, и, соответственно, это может вызвать, ну, могло вызвать некий сбой у вас в желании сексуальном, конечно. Вот. Ну, а что касается ситуации в целом, я здесь вижу несколько моментов. Первый момент заключается в том, что вы, судя по тому, что описываете, хотите семью и хотите будешь. И вы хотите это будущее с человеком. Вот, ну, ну, с конкретным, с конкретным человеком вы хотите будущего. То есть вам для того, чтобы построить будущее, вам для того, чтобы построить отношения, нужен человек. И это, наверное, первая проблема, которую я вижу. Потому что в здоровых отношениях, в норме человек для построения своего будущего не нужен. То есть он необязательный. И человек, в принципе, наверное, не может быть нужен для построения будущего другого человека. Потому что, ну, таким образом, просто получается, что зависим один от другого. Это первое. Из этого первого вытекает второй момент, связанный с тем, что вы зависим от него. То есть вы говорите, что вы скучаете без него. Вы говорите о том, что вам плохо без него. Вы говорите о том, что... Здесь тяжело вам без него. И чувствуется такая вот нуждаемость. Нуждаемость в нем. Ну, нуждаемость в человека. Чувствуется. Ощущается, по крайней мере, нуждаемость в нем. Эта нуждаемость походит на зависимость. То есть нет ощущения, что вы хотите именно что-то делать для человека. А есть ощущение, что вы хотите что-то получать. Вот просто. От человека. Опять же, плохого в этом, именно в том, что вам хочется что-то получать, нет. Но лучше было бы для вас, если бы это было все-таки более такое... Прямое... Прямое достижение. Прямые действия, направленные на удовлетворение ваших желаний. Вот. Что касается веса молодого человека. Точнее, того, что он потолстел на 40 кг. Вот. Это на самом деле много. Это... прилично. И нет ничего удивительного в том, что вам это неприятно. Потому что... Ну, лишний вес часто вызывает снижение любвида. Вот. Конечно, можно это связывать с тем, что у вас недостаточный духовный свет. Вот. И... Что вы не принимаете своего партнера таким, как он есть. И что... Сексуальное желание вытекает просто из... Сексуальной привлекательности, не более того. А что любви и симпатия... и... Что любви и симпатии в принципе... в принципе, немного, а то и вовсе нет. То есть, вот есть ваша потребность, есть его потребность, вас, но любви и вот какой-то такой духовной связи не чувствуют, не чувствуют. Вот. Ну, опять же, это чисто вот мое мнение, да, то, что я вот увидел непосредственно вот, ну, в вашем, в вашем тексте. Вот. То, собственно, то, собственно, и говорю, да. То есть, я не претендую на истину, ни в коем случае, я не хочу сказать, что я прав обязательно на 100%, да, и так далее. Вот. Просто как бы вот, ну, речь она вот об этом, речь она об этом, скорее. Вот. Значит, такой момент. Можно ответить. Удивительно то немного, что вы, ну, практически не раскрываете того, как, например, мужчина относится к тому, что он вот потолстел. то есть, он сам к этому, как он относится вообще, он, ну, он как, он считает это нормальным или как? То есть, вот. Мне кажется, на этот вопрос точно-тоже нужно найти ответ, потому что если, ну, вы ругаетесь из-за того, что у вас нет секса, вот, то это, конечно, нормально. Вот, я имею в виду, я имею в виду, нормально, в смысле, в смысле, что действия логичны, логичны, сами по себе. То есть, вот, именно действия, они логичны, в данном случае. Вот. Но, непонятно, говорили ли вы своему мужчине о том, что не хотите его, например, именно для того, что он, ну, потолстел. В этом, в принципе, в этом, в этом нет ничего такого ужасного, чтобы сказать ему. А у меня есть такое ощущение, что вы не искренне с ним, вы не говорите ему правду, вот, и нет ощущения, что вы, вот, правда, раскрываете перед ним свои какие-то желания, свои потребности и так далее. Ну, вот, и, я не знаю, может быть, вы думаете, что мужчина должен как-то вот сам догадаться, что, ну, что вас фигасит, может быть. Но, это мужчина вызывает о том, что, ну, что многие мужчины не телепаты, что они мыслят очень определённо, и, если вы не скажете сами, то человек не догадается. А вы, в свою очередь, нагапливаете такую вот неискренность у себя в отношениях, и мне кажется, что в итоге это может привести только к негативу. название ещё больше, ну, и, соответственно, к классованию, конечно, тоже. Вот, ну, просто потому что, очень им даётся терпеть. Вот. Такая вот история. То есть у вас есть два пути развития, как мне видится, у вас есть два пути решения вашей проблемы. Вот. Значит, первый путь – это мотивация, мотивирование мужчины, чтобы он перестал вести такой образ жизни, который приводит. к тому, что он набирает вес. Вот. Либо человек, либо вы, значит, ну, либо вы стараетесь принять его, таким, как он есть, да, вот, и, соответственно, принимая его таким, как он есть, вы получаете, получаете, ну, возможность сохранить свои отношения с ним, вот, и недостатки. Для этого нужно увеличивать наполненность ваших взаимодействий. Для этого необходимо увеличить наполненность, эээ, наполненность, эээ, ваших отношений. Для этого нужно взглядать, чтобы вы действительно и правда воспринимали человека все-таки как личность, да, а не только как вот, ну, как сексуального партнера. Например. Опять. Да? Вот. А, мне кажется, такой ответ вам можно дать на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезным. Я очень надеюсь, что для вас это было полезным. Вот. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго, самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Мне надо будет конечно же было повторять этот hallrade. Я не знаю полностью, Ан fusion. Я хочу. Удачи! Я сейчас смотрю. Много просто completely belongs в ракетах. Я посмотрю если бы я выпеклываю уже которое bullying лимитaire, я пока. Это несколько видео.